Здравствуйте! Сегодня в День икон Семистрельной и Страстной поговорим об иконах, которых в каждом храме очень много. Тем, кто стал открывать для себя веру, бывает очень сложно сориентироваться, около какой иконы помолиться, какой приложиться. Как поступать в этой ситуации, сегодня нам расскажет игумен Серафим Ляхов, клирик Воскресенско-Германовского собора города Ульяновска. Добрый день, братья и сестры! Когда мы с вами приходим в любой храм Божий, то нас поражает обилие разных икон. И у многих прихожан, особенно тех, кто делает первые шаги в христианстве, возникает вопрос, перед какой иконой молиться, какую икону почитать, перед какой иконой ставить свечи. Но прежде чем ответить на этот вопрос, нужно забраться, что такое икона. Икона – это греческое слово, и в переводе означает «портрет изображения». Первые священные изображения появились еще в Ветхом Завете из Священного Писания. Из Библии нам известно, что когда пророк Божий Моисей вывел народ израильский из египетского плена, то они подошли к подножию горы Синаи, и Моисей был призван Богу на вершину этой горы. И там, на Синае, Моисей получил от Бога заповеди Божии и указания о первой церкви, которая называлась Скиния. И Господь Бог повелел Моисею в Скинии изготовить ковчег Завета, и на крышке ковчега Завета изготовить первых священное изображение двух золотых херувимов. И вот эти золотые херувимы, ангелы, высшие чины ангельские, отлитые на крышке ковчега, и были первые священные изображения. Многих смущает. Есть такая заповедь Божия, вторая, не сотвори себе кумира, изображения того, что вверху на небе, того, что внизу на земле, того, что под водой ниже земли. Ибо это все мерзко перед Богом. Но тут нужно понимать, если мы с вами будем делать изображение золотых тельцов, изображение животных, других тварей, и поклоняться им, как богам, то это, конечно, грех, это мерзость перед Богом. Но на иконах мы с вами изображаем лик Бога в виде Святой Троицы, как бог являлся ветхозаветному Аврааму у маврийского дуба, и изображаем лик Христа, когда Господь наш воплотился в человеческое естество, родившись от Святаго Духа и Девы Марии, потому что бог это дух, а бог плоти костей не имеет. И когда Христос воплотился, родившись от Девы Марии и Святаго Духа, то он стал же такой же, как мы, видимым, с телом, с плотью, во всем похожем на нас, кроме греха. И когда Христос получил человеческое естество, то мы с вами можем теперь его изображать, ибо так его видели его современники, апостолы, те жители Израиля, которым он проповедовал Евангелие, проповедовал заповедь любви. Самую главную божественную заповедь. И поэтому мы имеем полное право изображать лик Христа, Сына Божия, самого Бога, потому что так он воплотился и так он жил на земле. На иконах мы также изображаем лик Пресвятой Богородицы и святых угодников Божиих, то есть те, кто своей земной жизнью доказал верность Богу, верность Церкви Божией. И поэтому нужно понимать, что когда мы с вами молимся перед иконой, мы молимся не доске, а тому, кто на ней изображен. Можно молиться без икон? Да, конечно, можно. Бог — это Дух, и Бог тебя везде услышит. Где бы ты ни молился, будь то дремучая тайга, или вершина какой-то заснеженной горы, или ты опустишься на дно морское, и там тебя Бог услышит. Но человек так устроен, когда перед ним есть образ, легче молиться и сосредоточиться, представить того, кому-то обращаешься со своей мольбой, со своей просьбой. Ну, представьте себе, когда мы с вами уезжаем в отпуск или в длительную командировку, мы берем с собой фотографии своих близких людей, мамы, отца, детей, жены, и мы с вами прекрасно понимаем, что кусочек картонки — это не сами наши дети, не сама наша мама, или папа, или жена, или муж, это только их изображение. И нам этот кусочек бумаги дорого, потому что там есть те лица, которых мы с вами любим. Так же и здесь, когда мы молимся перед иконой, то мысленно мы возносимся к первообразу, то есть тому, кто на ней изображен. И вот поэтому здесь уже можно сказать, что иконопочитание — это не идолопоклонство, а именно через иконы мы с вами поклоняемся первообразу. И иконопочитание было утверждено на Седьмом Вселенском соборе в Никее в далеком 787 году. Святые отцы приняли постановление о почитании святых икон. Этот собор был создан специально против ереси иконоборчества. Представьте себе, что если в наших храмах не будет икон, то храм станет какой-то опустевшим, бедным. А когда есть священное изображение, то мы сюда заходим с чувством такого восторга души. И мы с вами восходим Дом Божий, потому что храм Божий — это Дом Божий на земле. И перед нами, перед нашими глазами, перед нашим взором появляются лики святых угодников Божиих, которые мы молимся, которых мы почитаем. И самая главная икона в Церкви Христовой — это, конечно же, икона Святой Троицы, то есть икона самого Бога и икона Спасителя, Иисуса Христа. Потом мы молимся иконой Божией Матери, Престой Дьявы Марии, святых угодников Божиих. И некоторых смущает, что икон Матери Божией слишком много. И задают вопрос, перед какой иконой Богородица молится, в каких нужных, в каких болезнях или скорбях. Но нужно понимать, что Матерь-то Божия была одна. И сколько бы икон не было, как бы они ни назывались, Смоленская, Дегитрия, Казанская, Тихвинская, Лицкая, Иерусалимская, Взыскание Погибших, Всех Скорбящих, Радость, Семистрельная или другая икона, то когда мы молимся, Матерь-то Божия нас слышит перед любой иконой. Просто есть такая традиция, допустим, от греха вина питья, молиться перед образом Матери Божией, которая называется «Непиваемая чаша». Но если не будет рядом с тобой этой иконы, то о грехе вина питья с успехом также можно молиться и перед Казанской иконой, и перед любой другой, и Семистрельной, и взыскании погибших, потому что Матери Божия одна, а ликов ее много. Представим себе, что мы с вами поехали отдыхать в какой-то город, допустим, в Сочи. Вот наша сочинская фотография. Поехали в Казань на экскурсию, казанская наша фотография. Поехали куда-нибудь в Тихвин, Тихвинская наша фотография. Фотографий-то много, с разных мест, но мы-то же остались одни. Поэтому также и здесь нужно понимать, что перед какой бы иконой Богородицы ни молился, ты молишься не самой иконе, а тому, кто на ней изображен, то есть Матери Божией. И Матери Божией тебя обязательно услышат, перед какой бы иконой ты ни молился, лишь бы молитва была искренняя, сердечная, от души, от сердца. Вот такая сердечная молитва, она доходит до Бога, до Пресвятой Богородицы и до святых угодников Божиих. Ну и каждый человек, христианин, носит то или иное имя, и поэтому, как правило, люди, приходящие в храм, стараются найти икону своего святого, будь то благоверный Александр Невский или Серафим Саровский, там или Мученицы, Вера, Надежда, Любовь, Матери София. То есть каждый, имея свое имя, старается найти свою икону, как мы говорим, то есть икону своего святого, и перед ней помолиться, поставить свечку, и это будет правильно. Но даже если ты не найдешь икону своего святого, потому что имен-то много, и, наверное, храм просто физически не может вместить всех святых, имена которых мы с вами носим, потому что имена бывают достаточно редкие, тем не менее, молясь перед иконой Святой Троицы или Спасителя Божией Матери, будьте уверены, что и ваши святые угодники вас тоже услышат, потому что, как мы читаем в Священном Писании, «Дивен Бог во святых своих». Святые называются друзья Божии, потому что они во время своей земной жизни доказались верность Богу. Ведь многие страдали за Христа, многие принимали мученический венец, кончину, кто-то исповедничеством прославился, кто-то постнической жизнью, как преподобные отцы и матери наши. Тем не менее, вот они своим подвигом жизненно, каждый своим путем шел к Богу, и наша церковь состоит как бы из двух частей. Церковь торжествующая, то есть те, кто уже ушел в иной мир, кто победил грех, это наши святые угодники Божии, и церковь воинствующая, то есть кто сегодня живет на этой земле и борется со своими страстями, похотьми, слабостями, немощами, со своими грехами. То есть мы с вами пока еще принадлежим к этой церкви воинствующей, потому что мы постоянно боремся с грехами на этой земле. А грехи есть у каждого человека, но с помощью Божией нужно понимать, что любой грех можно победить, лишь бы человек имел желание, имел волю оставить свою греховную жизнь и стать лучше, чище, добрее, призывая на этом при этом помощь своего Отца Небесного, Матери Божью, призывая в помощь святых угодников, особенно тех святых, имена которых ты носишь. Поэтому Христос и говорит в Священном Писании, в Евангелии, «Привезите ко мне все труждающие, все обремененные, и я успокою вас». То есть Бог помогает тем, кто сам трудится в деле своего спасения, потому что дело спасения души – это наше с вами соработничество с Богом. Бог помогает тем, кто сам хочет спасти свою душу. И вот иконы в этом нам очень помогают. Приходя в храм, мы взираем на благолепие наших церквей, взираем на иконы, взираем на образ Пресвятой Троицы, образ Спасителя, образ Богоматери, святых угодников Божиих, и в нашем сердце просыпается вера. Она утверждается, потому что ведь в старые времена, ну, было такие далекие века, когда было мало грамотных людей, и не каждый мог открыть Священное Писание, Ветхий Завет, Новый Завет и прочитать. И когда безграмотный человек приходил в храм Божий, то, видя иконы, священные изображения, сюжеты библейские, евангельские истории, они через иконы, через фрески, через витражи постигали Священное Писание. Поэтому с давних времен иконы еще называют богословие в красках. Когда человек не может сам прочитать Священное Писание по своей безграмотности, то, смотря на иконы, на изображения тех или иных священных событий, как Рождество Христово, Успение Богородицы, Преображение Господня, Воскресение Христово, то, взирая на эти изображения, эти священные сюжеты, он как бы изучал Священное Писание. Поэтому с древних времен иконопись и называют богословие в красках. И поэтому иконы, они очень помогают нам сосредоточиться во время нашей сердечной молитвы, потому что мы видим того, кому мы обращаем свой мысленный взор. Субтитры создавал DimaTorzok